Привет, сейчас я расскажу тебе, как сделать красивый рабочий стол в Windows 10 без нагрузки на твой компьютер, либо ноутбук. Но у микрофона Даня и мы начинаем. Для начала мы удаляем лишнее с рабочего стола. Если есть важные программы или файлы, то просто оставьте их. В дальнейшем мы их с вами просто скроем. У меня остался архив и корзина. Щелкаем правой кнопкой мышью и персонализация. Потом темы и параметры значков рабочего стола. В появившемся окне убираем галочку отображения корзины. Нажимаем ОК. Закрываем теперь правой мышью на панели и отжимаем все галочки. В разделе поиск выберите скрытно. И так же в правой стороне убираем все мелкие значки, просто перенеся их сюда. Ну и теперь можно открепить программы. Теперь заходим в телеграм-канал. Ссылка на него останется в описании. Подписываемся и скачиваем архив. А так же не забудьте скопировать пароль. И еще я залью этот архив на гугл диск, поэтому ссылочки смотрите в описании. Затем открываем наш проводник и находим наш архив. И перетаскиваем его на рабочий стол. Открываем, а затем перетаскиваем так же на рабочий стол. В этом окне вставляем пароль и нажимаем ОК. Удаляем архив, открываем распакованную папку и устанавливаем ранметр. Просто жмем Далее, Далее, Установить и готово. После установки ранметра могут появиться разные окна. Нажмите на них правой кнопкой мышью и нажмите Закрыть скин. Снова возвращаемся в нашу папку и копируем папку скинс. Переходим в документы и здесь у вас может быть уже папочка ранметр. Так как у меня ее нет, я создам. После чего мы ее открываем и вставляем туда нашу папку скинс. Если есть другая папка скинс, то удаляем и вставляем эту. Ну и по желанию в нашей разархивированной папке есть папочка с минималистичными обоями. Вы можете их перенести себе на компьютер и установить. Что я сейчас и делаю. Теперь с рабочего стола можно удалить все лишнее. В правой нижней части экрана мы открываем ранметр. Символ похож на капельку. После открытия мы нажимаем Обновить все. Когда у нас появился скин, мы нажимаем From Dania. Открываем папку куда-то и загружаем. Также проделываем с тайм и ранметр док. Ну а теперь можно закрыть. Перетаскиваем наши скины в центр и ровняем от себя. Теперь кликните правой кнопкой мышью на панели и выберите параметры панели задач. И проставьте параметры как на видео. И теперь на рабочем столе правой кнопкой мышью вид отображения значков и убираем галочку. Ну и чтобы мы не сдвинули скины наши, нажимаем правой кнопкой мышью настройки и где перетаскивание убираем галочку. Та-дам! Красиво и смотрится минималистично. Кстати, подходит к любым обоям. Если был полезный видеоурок, то поставь лайк и также подпишись на мой канал. И в следующем видео я расскажу как добавлять либо убирать приложение с нашего дока.